Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас месяц октябрь третьего сезона. И давайте пробежимся по матчам, которые нам следует сегодня отыграть. Матч против Бормута, Брайтона, Брэнфорда, Норвича в английской премьер-лигии. Локомотив в Лиге Чемпионов. И на стадии 1-8 в Кубке Карабао Челси. Я, наверное, все-таки буду отталкиваться от матча с Челси. Будем от них играть. Первым составом. Дальше будем смотреть. Первым составом против Челси, первым против Локомотива. Ну, а там вот Брайтон, Брэнфорд, Норвич вторым составом. Ну, а с Бормутом сейчас будем смотреть по ситуации, как все у нас здесь получится. Первый состав, естественно, устал. Недавняя игра у меня еще и травма откуда-то появилась. Давайте выпущу вместо себя Дэлла Фео. Все равно там матчи с Бормута, наверное, будет, потому что пауза большая такая. Первый матч у нас против Бормута. Кстати, сборная Португалии предлагает нам стать тренером сборной. Это интересное было предложение. Но я, пожалуй, все равно откажусь. Потому что мы сильно не играем тут за сборную. Вот. Ну, а Малкин благодарит нас за то, что мы отдали его в аренду. Так, исправим проблему состоятельному. Я же исправил Брэлла Фео, убрал. Отсюда тогда уберем. Ну и возьмем, давайте, Ексова с собой. Все-таки мы его очень долго уже качаем. Итак. Давайте в домашней форме, а не вы тоже в своей домашней. Виталий, ты стадион. Ясно, стадионе. Поехали. Итак, очень убедительно мы играем последние матчи в премьер-лиге. В Лиге чемпионов у нас вообще все замечательно. Две победы из двух. Причем над Порто и над ПСЖ. Но теперь у нас там будет Локомотив. Еще главное их обыграть. Но Локомотив главный на аутсайдер этой группы. Теперь нам надо показывать свою игру в английской премьер-лиге. Бормут, Престон, АПЛ. Поехали. Хорошо, Кварцов. И это 1-0. 19-ая минута. Роман Скварцов забивает и вводит вперед Престон на выезде. Отлично. И Вяткин делает что-то 2-0. Очень хорошо прям сейчас вскрыли мы эту оборону. Замечательным сквозным пасом. И все отлично. 2-0. Мы выиграем на выезде Бормут. Подача хорошая. Пошла. И Кривохарченко замечательно отыграл. Но это все. Как сейчас вот Абрахам забил. Там с такого угла он отлетал. Но это просто вот странно. Давайте еще раз посмотрим. Здесь потащил. Но вот здесь вот так нереально было. Прямо рядом со штангой еще мяч залетает. Но это кажется, что это читерство уже полное. Кварцов. И Скварцов забивает Дуба. Или это 3-1. Отлично. Вот так вот ставим точку. Наверное, все-таки уже в матче. Насчет победы уж точно. Но счет пока что, мне кажется, еще может измениться. В любую сторону. Но победа уж точно должна быть за нами. Хорошо, как Скварцов А. Забивает свой третий гол. И все. Уверенная победа Престона на выезде над Борну. Там со счетом 3-1 завершается этот матч. Поздравляю всех с победой. Дубль от Скварцова. Он улучшен, наверное, в матче будет. 9,5 у него оценка. Но на 6 ударов 6 в створ было. 3 мяча мы забили. Скварцов стал героем. Все замечательно. Мы всегда были готовы к худшему. Мы можем играть еще лучше. Будем так все говорить. Все, вопросы на этом подошли к концу. Замечательно. Проводим мы тренировку. Анисимов у нас теперь 55-го рейтинга стал. Ну что же, после 8-го тура никак не изменилась наша ситуация. Мы сравнялись с Ливерпулем. Теперь у нас 15 очков. Но будем бороться за попадание выше. Тем более на сегодняшних слабых таких командах. Игрок травмирован. Кто еще травмирован? Куда полетели-то так? Почему я тренировку сейчас не мог поставить? Так. Игрок травмирован. Владимир Мишин. На 4 месяца опять Вова вылетает. Что это вообще такое? Так. Подписываем. Отказываем. 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 Разговор с игроком. Я подумаю. Вова вылетает. Ну что мне здесь остается делать? Мне наверное только придется теперь Полину Сироткину вызывать опять. Отозвать из аренды за 4000 евро. Так что Полина возвращается из аренды. Хватит мне эти баги ловить опять. Вот. Ну и давайте теперь разберемся с составом. Потому что на 4 месяца это очень много. Целых 4 выпуска мы не увидим. Вову он в том году тоже получал серьезную травму. Но Полину тоже в том году вызволяли так сказать из аренды. Но у Полины неплохой рейтинг. Такой же как у Шмелькова. Но во втором пусть она все-таки в составе поиграет. Если что переставим. Вот пока что. Так да. Вернулся из аренды. И у нас игра с Брайтоном. Это второй состав сейчас будет играть. Так. Что там по травме. Ну все у меня кстати она прошла. Так что можем возвращаться в строй. Ну и сейчас у нас игра против Брайтона. Посмотрим как мы отыграем. Автоматически заменим. Вот и вот такая вот у нас расстановка на матч. Дождь на стадионе домашнем нашем. Поехали. Так снова матч у нас в английской премьер-лиге. Теперь мы играем против Брайтона. Посмотрим как мы отыграем. Теперь я в строю. Полина теперь у нас вернулась из аренды так экстренно. Из-за того что Вова снова травмировался в матче сборной. На 4 месяца вылетает. Поехали. Суперский момент. И Скворцов забивает. Отлично. 1-0. И Скворцов снова забивает. Это его третий мяч уже за две последней вот игры. Спокойно. Нет. И все-таки забивает Брайтон. 1-1. Бибу какой-то забил. Мельников. Шикарно прошел. И шикарно забил сразу же. Отлично. Это 2-1. Максим забивает. Выводит вперед. Теперь снова Престон. Престон снова впереди. Отлично. 2-1. Мельников забивает четвертую голову в премьер-лиге. И какой голову. Это просто что такое за молоток сейчас был. Давайте быстренько это глянем. А вы просто посмотрите. Здесь да убрал. Здесь дрэкбэк. И от перекладины я этот звук просто сейчас услышал. Этот бомб был сейчас. Вот отсюда будет хорошо видно. Попадает в перекладину. От нее залетает. Вяткин пушкой своей закладывает. И тоже забивает. В последних двух матчах два мяча. В предыдущем он забил первый. Мельников. И Мельников забивает. И это 4-1. Так сейчас просто мы без нервов спокойно здесь все это прошли. Все замечательно. Супер. Как сейчас хорошо. Еще и левой ногой забивает Мельников. Пятый гол в премьер-лиге. Дубль в сегодняшнем матче. Вроде. И все. 4-1. Разгромная победа Престона над Брайтоном. Супер. Классный гол получился. Сейчас на Мельникова 9.5. У него оценка. Мельников стал героем. Да. Забил сегодня два мяча. Они молодцы мы скажем так. Нужно сосредоточиться на следующем матче. Большое спасибо и вам тоже. Так. Ну что же. Проводим мы тренировку. Итак. Миранчук будет играть сегодня против своей бывшей команды. Также у нас еще был Рифаджа Малединов. Который тоже был из Локомотива. Вроде больше никого мы сильно не брали. Это из Лока. Ну вот. Посещаем пресс-конференцию посвященную этому матчу. Мы две победы из двух. У Локомотива два поражения из двух. Все может быть скажем. Быстренько поотвечали на вопросы. Ну и первым составом сегодня мы выходим на этот матч. Головин кстати уже 85 рейтинг имеет. Ну что же. Давайте мы отыграем в белый. В наши домашние. Они пусть в свои зеленые домашние отыграют. Итак. Ливень на стадионе. Поехали. Ну что же друзья. Ливень на стадионе нашим домашним. И сегодня у нас третий тур Лиги чемпионов против Локомотива аутсайдера группы. У нас две победы над Порто и над ПСЖ. У Локомотива два поражения. От Порто и от ПСЖ как раз. Так что мы сегодня главные фавориты. Да на выход из группы мы тоже главный фаворит. Так что поехали. Сразу же замечательно проходит. Ну это пенальти. Это пенальти. Так давайте к мячу подходит все-таки Дело Фео у него лучше. Ну и давайте лучше погадаем нежели чем опять в этот левый верхний. Давайте в левый нижний попробуем шмальнуть. И отлично. Гильерми угадал. Но Дело Фео намного сильнее и мощнее пробил нежели чем он сам прыгнул. И отлично. 1-0 мы уходим вперед. Вперед у Джики нету. Мишина как партнера в защите. И Головин. И Головин забивает это 2-0 десятая минута. Просто мы громим сейчас. Локомотив вообще в Лиге чемпионов. Замечательно у нас все. На Головин. На Головин. И Головин забивает дубль. Отлично. Мощным своим ударом. Он поражает ворота Локомотива уже дважды за 37 минут. На Антона Миранчука. И Антон Миранчук забивает просто пушечный удар. Естественно гол этот он не празднует. Но момент очень классный. И Миранчук мог бы сейчас дубль конечно забивать. Дело Фео. Подает. И как Козлов-то сейчас забивает. Это 5-0. 5-0 мы громим. Локомотив у себя дома. Дело Фео очень хорошо здесь оставил мяч у нас. И все супер. Хороший пас на Головина. Головин. И Головин забивает. Это 6-0. 66-ая минута. Мы громим сейчас Локос. Еще там 6-0. Самая наша разгромная победа так сказать. Именно в Лиге Чемпионов. Не знаю как мы в Лиге Европы. С каким счетом максимальным выигрывали. Вроде как тоже тут. На этом стадионе. Но против Баруси Минхенгладбах. 6-ой тур это было. Прям много мы забили. 5-0 вроде выиграли. Но здесь 6-0. Хэтрик Александра Головина. Миранчук. Козлов. На Головина. Головин. И Головин забивает 4 мяча. Это 7-0. 7-0. Прессин громит. Локомотив в Лиге Чемпионов. Просто невероятная игра нашей команды. 4 мяча за матч забивает Александр Головин. Разгромная победа. Прессин над Локомотивом. 7-0 друзья. Впервые вроде в нашей истории такой разгром. Головин за сколько ударов? 7 ударов у него. 4 гола. Ну просто невероятная статистика. Если бы он еще гол с пенальти забил. Было бы все супер. Почему Трушечкин так и не вышел на поле? Конкуренция это здорово. Потому что он играет в премьер-лиге. Вот в чем. Прикол. Не сдавайтесь лучше скажем так. Уважительнее к сопернику будем относиться. Скворцов спасибо за то что верите в меня. Ну действительно Скворцов очень. Горжусь тобой скажем вот так. Скворцов очень хорошо себя показывает. Мы сейчас кстати на 6 строчке. С Ливерпулем все так же у нас равенство. Ну и сейчас у нас будет игра против Брэнфорда. Тоже интересная будет игра. Играем мы дома. Играем давайте вторым составом. Кого здесь недоступный игрок? Это Мишин? Да, Мишин. Давайте вместо него тогда мы Шмелькова получается поставим. Все. Итак, играем мы домашний матч. Они еще и в черной форме такой красивой. Ну что же, ясно в стадионе. Поехали. Итак, английская премьер лига. Мы играем снова дома. Как и предыдущий матч против Локомотива. Играем против Брэнфорда. Тоже интересная команда. Посмотрим, на что она стоит в этом сезоне премьер лиги. Мы играем вторым составом. Престон Брэнфорд. АПЛ. Поехали. Мельников. И забивает. Отлично. 27-я минута. 1-0. Мы выходим вперед. Супер. Хороший момент. И Скворцов отдает на Айвазиан. Айвазиан забивает. 39-я минута. 2-0. Мы обыгрываем Брэнфорд. Отлично. Все, друзья. Уверенная победа. Престон над Брэнфордом. С счетом 2-0. Мы выигрываем. Отлично. Итак, замечательно. Скворцов 9-2. У него оценка. Но что здесь у нас? Челси 3-0. Тоттенхэм 3-1. Сити 2-1. Неплохо. Неплохо, конечно. Вот. Но нам сейчас главное, чтобы Ливерпуль на самом-то деле терял очки. Всякое бывает, будем так говорить. Они не создали. Здесь действительно Брэнфорд не создал нам особых проблем. Мы просто играли в свою игру. Не будем никого из них выделять. Итак, проводим тренировку. Здесь Новиков сейчас должен, естественно, прокачиваться. 58-й рейтинг теперь у него. Вот он, наш дедок. Прокачивается. Отлично. И теперь у нас матч против Челси. Это кубок Карабал. 1-8, если я ничего не путаю. Да, 1-8. Итак, играем мы дома. Челси наш самый нелюбимый, можно так сказать, соперник. Потому что в Лиге мы им в том сезоне дважды проиграли. В Кубке вроде мы их обыграли. Ну и в Лиге Европы в финале мы их тоже обыграли. Так что посмотрим, как мы сыграем. Все-таки это не Лига, а Кубок. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион, который принес нам немало побед. Очень важных даже. Четвертый тур Кубка Карабао. Мы играем против Челси. В Карабао мы, ну именно Кубок Карабао мы не выигрывали ни разу за две попытки. Но посмотрим, как в этом сезоне мы сыграем в Престон Челси. Поехали. Хорошая передача на Головина А, Делла Фео. И Головин забивает парашютиком отлично. Я подумал, что будет прям мощный удар. И, ну нет, ну нет. Все-таки они забивают вот эти вот постоянные прострельные передачи. Их проходят. Это вот самое вот обидное. И все, заканчивается у нас первый тайм. Не знаю, сейчас что будет. У нас либо сразу серия пенальти, либо допы. Серия пенальти отлично. Ну что ж, посмотрим. Делла Фео постоянно бил сюда. И не забил, серьезно. Забивает Вернер. Супер. Так, Буренков к мячу подходит. Отлично. У Буренкова получается. Надо просто отбить сейчас. Караско. И опять туда же. Козлов. И отбивает. Ну все, это фиаско. Отлично. Есть шанс на самом-то деле. Отлично получается. Сейчас бы отбить только. Отбивает. Ну, Довни, ну куда ты в ворота-то, а? А, Миранчук. Миранчук подходит к мячу. Отлично. И сейчас лишь бы отбить. Довни, зачем ты отбил свои ворота вот сейчас? Выше, Ковачич, благодарю тебя. Шмельков. Просто забей. И тащит, тащит Кепа. Ну все. Это уже все. Динь сейчас, естественно, забивает. Отлично. Шансы нам прям дает. Челси. Так, Зобнин. Погнали. Забивает Зобнин. Отлично. Сейчас на шанс. Канте. Ой-ой-ой. Прям по центру хорошо сейчас забил. Так, Сар. Сар просто ошикарен. Отлично. Сар забивает. Ну и теперь лишь бы отбить. Лэмпти. Выше пробивает. И мы проходим дальше. Отлично. Ведь мы проигрывали. Супер, супер. Просто момент. И Довня всем показывает. И Кепи, наверное, тоже это высказывает. Но мы его так уводим потихонечку отсюда. И супер. Ведь мы проигрывали по ходу этой серии пенальти. У нас не забил первый удар Делло Фео. От штанги не засчитали этот гол. Но 5-4 по пенальти мы проходим дальше. Отлично. Мы в четверть финале Кубка Карабао. Супер. Арсенал дальше мы видим проходит. Походит Манчестер Сити. Ноттингем. Кристал Пелес. Ну и интересно. Останвилла и Суонси как сыграли. Останвилла дальше проходит. Ну вот Ливерпуль и Стотенх. И мы будем ждать. Они две последние вот пары доигрывают. Малкин. Предложение по аренде. Из Касимпаса пришли. Вот 62-й у нас. Цапник. И получается надо на полсезона договариваться. На полсезона. На краткосрочную аренду. Да нам без разницы уже сколько. По процентам на зарплату будем платить. Все. Прессон побежает в напряженнейшей серии пенальти. Но это действительно. Это прям топовый был матч. Сборная Индии после Португалии нам предлагает встать. Ну да, ну да. Сейчас бы я пошел бы индусов тренировать. Мне интересно кто там наш соперник по Кубку Карабао теперь. Тоттенхэм, да? Да. Четверть финала с Тоттенхэмом. Ну посмотрим. Посмотрим. Матч у нас сейчас против Норвича. Так что будем играть вот этим нашим любимым составом. Кстати, если Мельников получит 83-й рейтинг, то мы его поменяем с Миранчуком. Вот такие вот дела. Также я быстренько еще сейчас смотрю некоторые позиции. Да вроде. Дальше там все нормальные. Так что играем вторым составом. Мы сейчас против Норвича. Вот. Пасма на стадионе. Поехали. Итак, английская премьер-лига. В последних матчах получают все четыре матча. Сейчас идет четвертый. В трех матчах мы выигрывали. Матчки не терялись сегодня. Так что посмотрим, как мы отыграем против Норвича. Ни в одном матче мы сегодня даже не проиграли. И не сыграли в ничью. Это вообще супер. Какой-то результат. Ну с Челси можно сказать, что мы сыграли в ничью. Но там по пенальти мы все-таки победили. И Айвазян замечательно с собой накрывает. Вынести. Вынести. Но нет. Что это такое-то? Почему за какие-то багованные голы залетают? Айвазян запутался вдов. Нет. Вообще. Это шанс. И Скворцов делает счет 1-1. Отлично. Скворцов просто невероятная машина у нас сейчас. По уголам в премьер-лиге. Каждый матч. Каждый матч он забивает. Это просто невероятная его игра. Очень хорошо. Ну вот кроме Брэнфорда он всем забил. И Бормуту, и Брайтону. Ну и вот сейчас вот забивают еще и Норвичу. Пятый гол. Так что он может даже попасть в списки бомбардиров сейчас. Скворцов. И Скворцов и Мельников забивает. Это 2-1. 58-минута. Голевая от Скворцова, между прочим. Это отличный результат. Мы сейчас показываем. Хороший момент. Быстро получилось у нас создать. Быстрые пасы отыграли. И все. И все на этом. Замечательно себя показывает Мельников. И все. Минимальная победа Престона над Норвичем на выезде. Отлично. Сегодня мы ни одного поражения, ни одной ничьей у нас не было. Все матчи мы, друзья, с вами победили. Отличный Скворцов. Лучший игрок в матче. 9-2 у него оценка. Мы лучше играли, будем так говорить. Хорошая игра получилась. И мы просто играли в свою игру. Ну вообще классно. Классно. Все матчи мы выигрываем. Давайте проведем тренировку. После матча нашего последнего. Анисимов 56-й рейтинг стал. Скворцов тут немножко прокачался. Тоже неплохо. Вот. Ну что же, пока что у нас 9 очков. Это супер. Давайте на первом числе мы так и остановимся. Ежемесячный отчет о молодежном составе глянем. Вот видите, Новикова мы качаем. И Анисимова качаем. А вот эти пока что пареньки вообще не прокачиваются. Так что надо будет разбираться с ними. И убирать, наверное, состава. Ну что же, давайте подведем итоги сегодняшнего выпуска. Потому что матчи мы не так уж и много отыграли. Больше всего... Ну 6 матчей мы сыграли. Больше всего в премьер-лиге. Так что это вообще интересно. Все матчи раз мы выиграли. Мы находимся сейчас на пятой строчке. У нас 24 очка. Практически столько же, сколько у Ливерпуля. Вот. Но разница мячей лучше у Ливерпуля. У нас 6 мячей. Поэтому вот такая пока что ситуация у нас. До первой строчки у нас 9 очков отставания. Вот. Такие пока что здесь дела. Идем дальше. Ну это понятно. Мы здесь Тоттенхэм выиграли. Кубок Англии еще не начали даже играть. В четверть финале мы играем против Тоттенхэма. Вот бы лучше бы на Ноттингем, Форрест, либо на Астон Виллу, либо на Кристалл Плесс бы попались. Было бы намного легче. Здесь тоже выиграли. Здесь тоже. Но Ливу чемпионов вы видели. Три победы из трех пока что. 14 забитых мячей. Один пропущенный от ПСЖ. Как раз таки и был. В Лиге чемпионов пока что в голове 6 мячей. Лучший бомбардир. Так что вот такие вот дела. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует.